Не за горами новый 2018 год, а значит нас ждут новые премьеры. Вот 22 самых ожидаемых фильма, премьеры которых в России, намечены на будущий год. Короче. Новый 2018 год начнется с черной комедией с 5-дюймовым Мэттом Дэймоном, который будет бороться с несправедливостью мира. В ближайшие годы обеспокоенные проблемами окружающей среды ученые придумывают гениальный способ для решения проблемы перенаселения и загрязнения планеты. Все живое, за исключением птиц, насекомых и моллюсков, можно уменьшить в пропорции 12 к 1. Комедийная история Короче расскажет нам в деталях, как живут коротышки в их новом мире. Порой забываешь, что ты не в обычном мире. А потом случается такое. Офигеть. И вспоминаешь. Три билборда на границе Эббинга, Миссури. Новый фильм от постановщика «Залечь на дно в брюге» вызвал множество восторгов и положительных откликов на Венецианском кинофестивале. Редкая смешная драма о разлагающей несправедливости, ярости, мрачной расплате и неидеальном искуплении, которая разворачивается с размахом классического вестерна. Здесь герои не делятся на хороших и плохих, здесь все имеют свои достоинства и свои недостатки. И каждому придется отвечать за свои поступки. Закончена ли на этом печальная сага о трех билбордах на границе Эббинга, штат Миссури? Ничего не закончено, тупая стерва, все только начинается. Так и скажи всем в передаче «Доброе утро, сраной Миссури, сука упорота». Первому игроку приготовиться. Режиссер Киартина Стивен Спилберг снимает фильм по одноименному роману Эрнеста Клайна, ставшему бестселлером благодаря невероятному количеству отсылок к поп-культуре 80-х. Действие игрока развивается в недалеком будущем, в котором мир стал довольно мрачным и непривлекательным. Зато у людей есть Оазис — виртуальная реальность, заменившая многим обычную жизнь. Подключаясь к нему, можно играть, учиться зарабатывать деньги и даже знакомиться с другими людьми. Большая часть действия в картине — около 60% — развивается в компьютерной симуляции. Мир Оазиса будет сделан на компьютере, а аватары главного героя снимут с применением техники захвата движения — motion capture. Дэдпул 2 На съемочной площадке Дэдпул 2 в Ванкувере случилось нечто непредвиденное. Джой Харрис — первая профессиональная гонщица-афроамериканка, выполнявшая трюк вместо Зази Битц, которая играет мутанта Домино. Потеряла управление и вырезалась в витрину. Вызванная скорая пыталась помочь, но спасти каскадершу так и не удалось. Ну а сюжет сиквела пока не разглашается, но известно, что Дэдпул получит в напарнике своего давнего комиксного соратника Кейбла. Он своего рода анти-Дэдпул. Кейбл появится из будущего, и согласно комиксам приходится сыном Скотту Саммерсу, известному как Циклоп из Людей Икс. Проходи тут не я, Логан, ты б, может, и выжил. Ему-то во что переодеваться. Хм, в срану алкоголичку и джинсы. Е-е-е, надену-ка я маечку свою. «Мстители. Война бесконечности». Это девятнадцатый фильм в кинематографической вселенной Марвел. «Война бесконечности» станет одним из двух фильмов предстоящей диалогии, съемки которых пройдут друг за другом. По словам режиссера Джо Руссо, «Мстители. Война бесконечности» может стать самым длинным фильмом киновселенной Марвел. Черновой монтаж, существующий уже сегодня, длится дольше двух с половиной часов. И по сообщениям Daily Record, совокупный бюджет обеих частей приблизится к 500 миллионам долларов. Хищник По сюжету бывший морпех обнаруживает злобную инопланетную расу на Земле. Но никто не верит ему, что эти твари существуют. Его сын Аутист становится ключевой фигурой в схватке с хищниками, поскольку мальчик умеет невероятно быстро учить языки и, судя по всему, сможет понять пришельцев. В главной роли должен был сниматься Бенисио Дель Торо, однако актер был вынужден покинуть проект из-за плотного графика. Также известно, что актер, прославившийся ролью Теона Грейджоя в «Игре престолов», сыграет в «Хищнике» отставного морпеха, который помогает главным героям в сражении с инопланетным созданием. Боевой ангел Фильм основан на японской манге. Продюсером «Боевого ангела» является Джеймс Кэмерон, долгое время лично планировавший снять адаптацию манги, однако впоследствии доверивший режиссуру проекта Роберту Родригесу. Действие фильма происходит через 300 лет после Великой войны в 26 веке. В небе парит утопический город Салем, куда мечтают попасть все люди. Под Салемом на земле расположен город, выстроенный вокруг гигантской свалки. Как раз на ней доктор Идо ищет запасные части для киборгов, которые ремонтируют бесплатно. И однажды он находит кое-что необычное. Флэш Из-за творческих разногласий из проекта ушел режиссер Рикфа Муива. Говорят, что видение режиссера было слишком рисковым для студии. Студия Ворнер уже теряет второго постановщика фильма о самом быстром человеке в мире. Однако уже определились три основных претендента на режиссерский пост. Лидером списка стал автор трилогии «Назад в будущее» Роберт Замекис. Еще летом 2017 года фильм о Флэше переименовался во Флэшпоинт. Смена названия проекта была проведена не просто так. Дело в том, что именно этим словом принято называть сюжет комиксов, имеющий место быть в альтернативной вселенной DC. Прежде чем роль Лары Крофт досталась Алисии Викандер, основными претендентками на нее считались актрисы Дейзи Ридли, Эмилия Кларк, Сирша Ронан и Кара Деливень. Но в любом случае это уже совсем другая Лара, в отличие от ее предшественницы Анжелины Джоли. Действие фильма развивается спустя 7 лет после исчезновения отца Лары Крофт. Став совершеннолетней, девушка отказывается брать на себя управление глобальной бизнес-империей отца, но в итоге ей придется взяться за расследование его исчезновения и отправиться в места весьма отдаленные и заслужить звание расхитительницы-гробника. «Черная пантера» Исполнительный продюсер фильма Нейт Мур говорит, что фильм отдает дань сразу двум классическим картинам – «Крестному отцу» и «Фильмам об агенте 007». Эдакая семейная драма с размахом, помещенная в рамки шпионской истории. Авторы отмечают, что Чалла отличается от остальных супергероев Марвел. Сам он не считает себя супергероем. Для него главное – это благополучие его народа. Ты хороший человек. С добрым сердцем. Человек-муравей и Оса События фильма «Человек-муравей и Оса» начинаются там, где заканчивается действие блокбастера «Первый мститель. Противостояние». Продолжение хита проката 2015 года обзаведется еще одним супергероем, выходящим на первый план в лице осы. По сюжету Скотт Лэнг одновременно защищает мир и свою семью. Еще компанию ему составляет Хоуп Ван Дайн. Дочь Джанет Ван Дайн – «Первый осы», образ которой на большом экране исполнит Мишель Пфайфер. Также известно, что во второй части вернется Майкл Дуглас. Главное – научиться бить. Ты научишь меня? Покажи, как надо бить. Вот как надо бить. Миссия невыполнима 6. Съемки фильма стартовали в Париже. Среди других запланированных локаций есть Великобритания, Индия и Новая Зеландия. Том Круз тренировался в течение года, чтобы самому выполнять на съемочной площадке все трюки. Однако во время съемок он серьезно травмировал ногу, и съемочный процесс пришлось приостановить на несколько месяцев. Авторы заявили, что в шестой части можно будет увидеть самый невероятный трюк из когда-либо выполненных актером. Режиссер у шестой части останется прежний. В истории франшизы это будет первый раз, когда один и тот же постановщик встанет у руля двух картин серии подряд. 8 подруг Мисс Оушен Это женский спин-офф трилогии о друзьях Дэнни Оушена. Джордж Клуни продюсирует фильм и появляется на экране во второстепенной роли. Ограбление с его помощью организовывает Сандра Буллок, сестра его персонажа. Ключевые роли в картине 8 подруг Оушена, кроме Сандры Буллок, исполняют Кейт Бланшетт и Энн Хэтуэй. Также в фильме задействованы Риана, Хелена Боннам-Картер, Кэти Холмс, Дакота Фаннинг и другие знаменитые актеры. Мир Юрского периода 2 Фильм выходит на экраны спустя 25 лет после премьеры первого парка Юрского периода Спилберга 1993 года. Это пятый фильм франшизы Парк Юрского периода и второй в трилогии Мир Юрского периода. Помимо Криса Пратта и Брайс Даллас Ховард из первой части Мира Юрского периода, в продолжении сыграет Джефф Голдблюм, звезда первых двух парков Юрского периода. Режиссер заявил, что второй фильм будет иметь прямое отношение к современным проблемам защиты прав животных и будет более сложным по сюжету, чем первый фильм. Тихоокеанский рубеж 2 Действие сиквела развивается спустя 10 лет после событий, показанных в первом фильме. Благодаря победе над Кай Дзю, программа по разработке егерей развилась в мощнейшую силу защиты в человеческой истории. Планировалось, что вторая часть появится под заголовком «Водоворот», однако актуальная приставка к названию «Аппризен», что можно перевести как «Восстание». Оно во многом объясняет сюжет. Кстати, мексиканскому постановщику Гильермо Дель Торо пришлось уступить режиссерское кресло, однако он остался в качестве продюсера. Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти. Фильм «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти» — это третья часть кинофраншизы. Сюжет базируется на том, что Томас, главный герой серии, отправляется на поиски вспышки — лекарства, способного исцелить человека от смертельной болезни. В основу фильма положен одноименный роман Джеймса Дашнера, из-под пера которого вышло уже пять частей. Третью главу планировалось выпустить еще в феврале 2017 года, но травма, полученная Диланом О'Брайеном, ведущим актером, не позволила этого сделать. Лекарства нет! Держись! Веном. В основу фильма легла лимитированная серия комиксов. Веном — смертоносный защитник. Веном — один из главных злодеев во вселенной Человека-паука, впервые появившийся в комиксах Marvel в 88-м году. Это инопланетный паразит, вступающий в симбиоз с другими организмами. Кино выявлялся лишь однажды, в картине Человек-паук — враг в отражении. Книга джунглей начала. Этот проект разрабатывается на студии Warner, и от недавнего диснеевского аналога его отличает тональность. Более реалистичная и более мрачная. Бороться с Дисней за кассу на Warner не желали, поэтому продюсеры и решили перенести премьеру на 2018 год. Фильм станет режиссёрским дебютом актёра Энди Сёркиса, игравшего Горлама во «Властелине колец». Картина будет версией для взрослых. То, как видел эту историю, автор — Ридьярд Киплинг. Плохие парни 3 Третья часть франшизы «Плохие парни» должна была выйти в прокат 9 ноября 2018 года. Однако с этим проектом до сих пор нет определённости. После того, как в марте этого года режиссёр Джо Карнахан покинул картину, фильм так и не обзавёлся новым постановщиком. Студия Sony пытается с 2009 года запустить третий фильм франшизы, однако её постоянно преследуют неудачи. Тем не менее, у фильма очень высокий рейтинг ожидания, и многие ждут на экранах плохих парней — Уилла Смита и Мартина Лоуренса. «Убьёшь меня, дурак! Лучше трахни, я потерпусь!» «Знайся и ранься! Таких убивал! Убью и сейчас!» Фантастические твари и «Где они обитают?» 2 В прошлом году картина по вселенной Гарри Поттера заработала в мировом прокате в 814 миллионов долларов, поэтому студия Warner не стала медлить с продолжением. Всего о похождениях Ньюта Саламандера запланировано 5 картин. Создатели обещают приятно удивить поклонников книг о Поттере, добавив в фильм некие отсылки к истории о юном волшебнике. Также есть информация, что в сиквеле мы больше узнаем о молодости Альбуса Дамблдора. Его сыграет Джуд Лоу. Действие первого фильма развивалось в Нью-Йорке, тогда как продолжение расширит географию до Лондона и Парижа. Сиквел начнётся в 1927 году, спустя несколько месяцев после того момента, как мага-зоолог Ньют Саламандер раскрыл истинную личность злого волшебника Гриндевальда. Кома Никита Аргунов, режиссёр визуальных эффектов фильма «Мафия. Игра на выживание» готовит дебют Кома. В основе фильма идея о том, что все люди, чьё сознание отключается от этого мира, попадают в одно и то же пространство, представляющее собой сумму воспоминаний всех когда-либо живших людей о реальности. При этом люди, находящиеся в состоянии Кома, пытаются в этом пространстве выжить и вернуться к жизни, а те, кто уже умер, навсегда заперты в нём. Бюджет российского фэнтези составляет около 20 миллионов долларов. Мир, сотканный из воспоминаний, стал для нас реальностью. Мы стали его частью. Аквамен Впервые Аквамена в исполнении Джейсона Мамоа можно было увидеть в фильме «Бэтмен против Супермена на заре справедливости». В грядущей Лиге справедливости его роль будет расширена. Режиссёр картины, австралиец Джеймс Ван, тот самый, который снял «Пилу. Игра на выживание» и «Форсаж 7». Фильм будет историей становления героя, поскольку ему очень хотелось, чтобы зрители увидели Атлантиду глазами Артура Карри. В роли матери Аквамена выступит Николь Кидман, а главного противника сыграет Дольф Лунгрен. Это были 22 самых ожидаемых фильма, премьеры которых в России намечены на 2018 год. Не забывайте подписаться на канал и всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok